Всем привет! Меня зовут Богдан Яцишин и с вами канал ТНТ Спорт. Поехали! Итак, сегодня в программе. Очередной пиздец, который нам втирают с помощью телевидения, или же теория заговора. Ну и также мы узнаем про приключения нашего друга, восходящую звезду всемирного бодибилдинга. Имя человека, которого не стоит называть, потому что вы и так понимаете, о ком я говорю. Что с этого получилось и чем это закончилось, сегодня в программе. Доброе утро! Доброе утро! Пенистое, прохладное. Редкий мужчина не мечтает об этом. Я, например, не мечтаю, он не мечтает, ну и этот тоже не мечтает. Ну да и эти все не мечтают. Да, в общем, этот список можно продолжать бесконечно. Поехали дальше. Ну не с утра, конечно, а после тяжелого рабочего дня. Блин, что за бред? Вам показать, как пацаны нормальные после рабочего дня проводят время? Или в выходные. Наверняка вы слышали, что говорят о пиве. И пивной животик от него, и калорий в нем много. Смею вас верить, это мифы. Смею вас верить, это мифы. Я уже взял не тот аккорд, похуй. Еще раз! Быстрый геновая, криво, не пей, мой друг. Ведь у тебя будет мало подружку. Висячие сиски и жирный живот. Не делай этого, мой друг. Ты не идиот! Этот напиток не так уж и вреден. Напротив, он содержит массу биологически активных веществ, минералов и даже витаминов. Тут-то, я думаю, вот это ребята у меня во дворе под ступеньками валяются, витаминами обогащенные. Самое полезное, нефильтрованное живое пиво. Концентрация витаминов группы В в нем в несколько раз выше. Витамины группы В, ну нахера тогда мы перетренники пьем, я не знаю, можем, блин, ебануть бутылочку пивца, ну и нормально, и в бой. Специалисты Мюлхенского института пива утверждают даже, что оно в 10 раз полезнее молока. Пиво полезнее в 10 раз молока. Тогда какого хера я заливаю протеин молоком? Какого хера маленьких детей кормят грудью, а не пивом? Объясните мне. Да и вообще, ну в пиве столько всего, ну прямо все включено. Все включено, нон-клюзинг, как говорится. Им вторят и ученые университета Висконсин. По их данным, темное пиво полезнее светлого. В нем больше флавоноидов, веществ, которые понижают уровень холестерина в крови. Ну, короче, больше смотрите телевизора. Поехали дальше. Итак, сейчас мы узнаем о человеке, имя которого не стоит называть, потому что оно и так вам известно. Этот человек заставляет меня встать с кровати и идти в тренажерный зал. Да что там меня? Многих, многих профессиональных и непрофессиональных спортсменов. Встречаем! Недавно с нашим кумиром что-то произошло. Ну, сейчас мы узнаем информацию с первых уст. Ну, что я могу сказать? Я, как все, возвращался с работы домой, только что доставив груз до места назначения. Устал очень, да и домой очень сильно хотелось. Ну, в общем, еду я, и вдруг вижу, парень стоит на обочине и голосует. Думаю, ну ладно уж, остановлюсь, помогу парню. Да и деньги получу за перевозку. Ну, в общем, садится он и говорит, ну, другому попросит меня до города. Ну, я и согласился. Ну, а в поездке вел себя он весьма странно. Называл меня то ли прыщом, то ли еще как-то, не по углу точно. Прыщом? Дрыщом, чувак, дрыщом. Ну, он еще у меня поесть попросил. Я и нашел ему в подачке шкаладку, да и протянул ему. А он от нее странно прям мозг воротил. А потом схватил меня ее, да вообще выкинул. Чувак, скорее всего, который с ним ехал, был турникменом. А он ему достает протеиновую шоколадку. И тот такой, не-не-не, бля, фу, я в натураху, я хочу быть хлестким, бля. Ну и выкинул ее нахрен. Ну, в общем, как приехали в город, я с него тут же деньги-то и потремовал. Ну, а их у него, как ни странно, не оказалось. Откуда у него деньги, если он у тебя есть, просил? Логика, бля, чувак, логика. Но тут, признаюсь, нервы у меня очень сильно сдали. И я решил его проучить. Ну, естественно, ты же ему навешивал, ну, правильно. Ты же, ну, мистер Олимпия будущий, или как там у вас? Да вот только меня проучили. С виду обычный парень, а удары... Вы знаете, нарубать качков, это стало каким-то трендом, модой, что ли, я не знаю. Что творится? Ты меня на горло не бери, не в Москве. Прическу не... Эй, боец, отпусти девушку. А что, ты меня ударишь? Я тебя не ударю. Сам упадешь. У тебя осталась одна нога. Береги ее. Да понял, понял. Я же говорила, не порть прическу. В общем, отправил он меня в нокаут, а сам еще и фурму взорвал. Как мне потом уже сказал следователь больницы, вот что я теперь начальству буду говорить, что? Но если этого придурка найдут, я обещаю, я ему лично за фуру голову оторву. Ну и что, мои друзья, вы думаете, он сдался? Нет. Он начал тренироваться. Он понял одну маленькую суть. То, что хлесткий удар можно вырубить только хлестким ударом. Стоп. Это что, Цой? Это что получается? Сам Цой воскрес, чтобы помочь Андрею Большакову тренироваться? Субтитры сделал DimaTorzok Шли годы, ну и Андрюша искал обидчика, искал, ну и так найти не смог. Но, как вы знаете, когда перестаешь искать, оно как-то приходит и находится. Ну и, в общем, уже и девушкой он отзавелся. Пошел, повел ее в бар, и тут чувак, который взорвал его фуру, ну, в общем-то, и девушку решил отжать. Что из этого получилось? Смотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Бей, Андрюша, бей! Ну и напоследок несколько слов от нашего героя для молодежи. Ребята, вы что, смеетесь, что ли, сейчас это на... Давно прикалываетесь? Чтобы что-то достичь силовых результатов в массе, нужно бомбиться, бомбиться, еще раз бомбиться! Пришли, подергались чего-то и домой ушли. Так не делается. Пришли, и нужно так е... Чтобы потом домой прийти, и у тебя рука тряслась вот так вот, а ты будешь кашу там есть после тренировки, там, либо рис, там, чтобы тряслась вот так вот, а-а-а! Вот это будет настоящая тренировка! Нонклюзинг, как говорится. Да, эти слова засели в моем сердце навсегда, и я думаю, они пригодятся каждому в жизни. Короче, мораль этой басни такова. Держитесь подальше от пива, и нехер подвозить незнакомцев. И подписывайтесь на мой канал, кто не подписался, друщом остался. Всем пока, с вами Богдан Яцышин. Ёб!